Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас будет разбор гардероба. Я только что убрала. Ладно, всем привет, мои хорошие. С вами Селена. Мне идет кипон. Я его так просто накинула. На самом деле, что-то в нем есть прикольненькое, да? Давайте пока вот так побуду. Что-то вам меня поприкало. В общем, сейчас у нас будет разбор гардероба. Небольшой разбор гардероба. Потому что я убрала только одну часть. И то, и не совсем я ее зачистила, эту часть. Вывесила здесь на вешалку. Эта вешалка меня напрягает. Таня все мечтает о вот этом свитере. И я ей говорю, ну сейчас я сниму видео. И я обязательно тебя приглашу, чтобы ты уже выбрала то, что тебе нравится. Итак, поехали. Что же я отдаю, от чего я избавляюсь? А что, если нежданно-негаданно я буду в кепочке? Не собиралась. Но что-то мне она понравилась. Заодно посмотрю на себя. Вообще, вот эту кофточку, которая сейчас на мне. Совсем недавно мы разговаривали с Таней. И мы что-то про нее вспомнили. И я говорю, что собираюсь ее тоже отдавать. Она говорит, блин, такая классная кофточка. Я у тебя с удовольствием ее заберу. Вот. В принципе, эта кофточка, я купила ее на распродаже. Я не помню, где, по-моему, в Кропе. Вот. И я ее ни разу не носила. Я думаю, сниму я в ней видео. И заодно вы мне скажете, как она на мне сидит, хорошо или плохо. Здесь, видите, как бы поясочек такой. Она легенькая, такая, знаете, прям щелковистая. Ее под лосины, под какие-то джинсы скини. Даже можно не скини. Даже можно вот завышенная талия. И чтобы они широкие были, возможно, тоже подойдет. Смотрите, как она еще и с кепкой неплохо смотрится, да. Цвет такой. Может быть, я ее оставлю. В общем, скажите мне, как она мне сидит на мне, да. И оставлять ее или отдавать. Потому что, помню, когда у меня был разбор покупочек, что-то не всем зашла. Она и сказали, мне не идут. И вообще, она какая-то не модная, не актуальная, там, не базовая и так далее. Дальше пройдемся по свитеру. По свитерам. В общем, дальше. Вот этот вот свитер, в нем я вышла один раз. Тане, он очень понравился. Я его заказывала, фу, господи, не помню, где. Мьючик, наверное, это был. Ну, в общем, все мои покупочки, все мои заказы с интернета, с китайского сайта, все у меня на втором канале. Можете зайти посмотреть, как оно что там сидит. Но вот этот свитер я собираюсь отдавать только потому, что мне кажется, что на Тане он будет сидеть лучше. Вообще, я не знаю, как у вас бывает так или не бывает. Бывает, Таня у меня что-нибудь померит, и я смотрю, как ей вау сидит. Сама на себя меряю, смотрю, и мне не очень. Вот бывает же, да, цвет кожи играет роль. Вот по цвету кожи Тане лучше этот свитер сидит. По ее росту он тоже на ней будет лучше сидеть. Я, кстати, ей позвоню сегодня, приглашу ее, и мы посмотрим, как на ней сидит этот свитер, и как на мне. А вы сравните, на ком он сидит лучше. Все, крутись. Близко сюда не подходи, а то ты увеличиваешься сразу. Еще крутись. Я думаю, что на ней, поэтому отдаю ей его. Здесь такие надписи, лаф-лаф, длинные, можно его просто носить, можно под пояс, под поясы, и так далее. Далее, совсем не так давно я была на дне рождения у Полины Бонд вот в этом платье. И когда у нас началась фотосессия, девчонки мне предложили платье, и у Полины, ну, блогер, что вы скажете, да, у нее очень много было нарядов классных. Кстати, у нее, благодаря ей, я узнала, что мне очень-очень идет, когда у меня вот здесь поднятые плечи. Какие-то вещи с поднятыми плечами, острыми плечами, да, какие-то воланы здесь, да, то есть, которые приподнимают и такие, знаете, остроты придают внешности. Очень многие оценили. Я два пиджака фоткалась у нее в двух пиджаках, темный и бежевый, и мне очень понравилось, как мне идет. Вообще, у нас была фотосессия, сняли с меня вот это платье, сказали, что оно вообще не праздничное, и так как я все время поправляюсь, мне вообще нельзя такие обтягивающие платья носить. Цвет хороший, на самом деле, цвет мне нравится, да, но по тому, как оно обтягивает, да, и все мои излишки какие-то видны, и, короче, мне уже не камильфо такое носить, поэтому я его тоже отдаю. Крутимся. Краса, краса. Дальше, костюмы свои, которые тоже я заказывала на китайском сайте, они синтетические, только поэтому я их отдаю. Один такой с сердечками, он чуть больше размера, другой вот такой вот звездочками голубенький, ну, прям по размеру. Эска, короче, ЕМка примерно похожая. Они классненькие, классно смотрятся, но эта синтетика, по-моему, с небольшим добавлением хлопка, и я так поняла, что мне вот не очень комфортно вот в такого качества синтетики находиться дома, спать, вот что-то такое, поэтому у меня, например, тетя очень любит синтетику. Недавно мы с ней разговаривали, она говорит, вот, мне там понравилось, ты обзорчик делала, такие классные вот это, вот это, вот там начала спрашивать у меня, как что заказать, я говорю, слушай, если тебе нравится, я могу тебе задарить, потому что, я говорю, мне не нравится синтетика, а она говорит, а я люблю синтетику, мне, говорит, в хлопке жарко, некомфортно, а синтетика, она говорит, такая легкая, вот насколько все индивидуально, вот, в общем, один из этих костюмчиков я отдам своей тете, а второй посмотрю, кому девчонка подойдет. Дальше, также я отдаю вот эти две кофточки, точнее, отдаю, продаю, я их тоже одевала один раз, у меня, кстати, в магазине, в моем шоуруме, я открыла рубрику, рубрику такую в актуальном, и там я продаю вещи, которые один раз, может быть, на себя одела, ссылку на свой магазин я оставлю под видео. Один раз одела, вышла куда-то, да, и, в общем, поняла, что носить не буду, потому что есть много чего другого, что мне нравится намного больше, да. И вот эти две кофточки, они легкие, классные, одна, обе синтетические, опять же, да, одна более светлая, другая такая в более бежевых тонах, но вот как бы решила я, что нет, у меня есть другие хорошие, я их очень дешево отдаю, то есть в два раза почти дешевле, чем они продаются на сайте, вот. Ну, если кому-то из девчонок моих понравится, я, естественно, им отдам. Отдаю вот этот вот домашний костюм, я его как-то заказывала на сайте Гипюр. Он все хорошо, все с ним нормально, единственное, брюки, они мне впритык, а я люблю дома, когда я что-нибудь на себя надеваю, я люблю, чтобы было все свободно, чтобы я прям влетала в штаны, поэтому всегда я беру на два размера больше. Этот костюм прям размер S, вот, а мне нужна была бы M или L, тогда бы я комфортно себя чувствовала. Костюм темно-синий, такой вот с такими классными вставками, да, в отличном состоянии, все целое. Я сама его одевала, может быть, два-три раза дома, вот, поэтому кому из девчонок подойдет, возможно, он на крестинке может симпатично сесть, я отдам. Дальше, вот такая вот футболочка Replay, я тоже ее уже носила много раз, она, можно ее одевать вот так вот, и сзади будет вот эта молния, можно ее одевать вот так, чтобы молния была впереди, я по-разному носила, она такая легенькая вся, ну, в общем, решила ее отдать, тоже она свое изжила. Мил, а, батарейка садится. Моя кошечка подсказала мне, что села батарейка, надеюсь, звук записывался. Так, поехали дальше, да, а, так вот же ж, вот эту я уже затыскала, точно так же, как и вот эту светленькую, поэтому я думаю, что пора от нее избавляться, что-нибудь новенькое придет ко мне. Это я заказывала тоже в Василючке, один раз сняла видео, но это не мой цвет, это вообще не мой цвет, такой яркий голубой, и клетка, клетка не мое, я даже, когда делала распаковку, честно, я не понимаю, как меня тянет все время на клетку, очень много чего клетчатого я заказываю, мне вот хочется, наверное, один раз я снимаюсь в этом или выхожу на улицу и понимаю, что клетка не мое, и я себя уже по рукам бью, когда вижу что-нибудь клетчатое прикольное, по рукам себя бью, говорю, да клетка ж не твое, но все равно бывает заказываю. Есть возможность заказывать вещи, я порой их заказываю просто потому, что они мне нравятся, присылают вещи на обзор, да, и я выбираю вещи сама, то, что мне нравится, и бывает, когда уже сотрудничаю на долгой, на продолжительной основе с каким-то магазином, я уже бывает заказываю просто, чтобы Вам показать, потому что мне клетка, например, она нравится на ком-то, но не на мне, вот, и я могу это заказать для того, чтобы померить, показать Вам, как смотрится все это дело, и, может быть, кому-то подарить. Дальше, вот этот вот, это у нас, я не помню, блин, по-моему, в Заре я брала, да, в Заре я брала вот эту вот красивую маечку, я ее все время, ой, сочетаю просто, подлив одеваю, честно говоря, и все, и когда фотосессия какая-то у меня идет, всегда я на себя смотрю, и она меня поправляет. Уже какой раз я ее собираюсь отдать, и все, никак не могу, потому что она мне нравится, она с поездочками такая прикольная, но в итоге я решила все-таки ее отдать, сейчас, возможно, она кому-то будет лучше сидеть, и вот такой еще свитшотик, который я ни разу не одевала, я тоже показывала обзорчик, здесь девочка такая похожая на меня, мне кажется, а вот эта темненькая Таня говорит, похожа на меня, на нее, то есть. Короче, мы еще долго мерили, смотрели, кому же подходит больше свитшотик, он прикольный, классный, абсолютно новый, возможно, я его вывешу в магазине у себя, может быть, он кому-то понравится, очень за недорого я его продам. Просто иногда бывает очень, знаете, прям горестно, горестно, что тебе эта вещь там не подходит, например, да, или у меня много других свитшотов, ну что оно лежит, оно же занимает у меня все место в гардеробе, да, я могу вот продать. Если кому-то из моих друзей это очень нравится, и мне прям дай-дай, я, естественно, задарю. Вот такую рубашенцию, цветную, прикольную, легенькую, я брала, ни разу ее так и не одела. Вот, я уже даже не помню, какой фирмы, что это, откуда, я очень давно брала ее, вот она висит у меня, я в ней собиралась снимать какое-то видео. Но, по-моему, это не мой цвет, темный, темный, нет, не мой. И от того, что она висит уже давно, и я ее так ни разу и не одела, я понимаю, что, наверное, надо ее кому-нибудь отдать, кому она больше подойдет по цвету. Вот такая кофточка с очень красивым принтом. Здесь меня все время смущают вот эти вот разрезы по бокам, потому что я поправляюсь в первую очередь животом, и вот эти разрезы, они палят весь мой живот. В общем, надо этой девочке с плоским животом. Здесь вперед такой, видите, нежный, шелковый, классный, очень классная кофточка, легенькая, под джинсики, она прекрасно будет смотреться. Это Оливер, с Оливер, с Оливер, не помню, как она правильно говорится. В общем, эту кофточку отдаю. Также из китайского магазина тоже я заказывала, ни разу не одела. Вот эта вещь пришла мне маленькая, хотя на ней написано, по-моему, М-ка или даже Л-ка, но она как-то непонятно пошита, это я отдаю, кому она подойдет. Но мне оно маленькое, вот, красивые такие цвета интересные, песочные. Вот, и вот эта вещица тоже из очень интересного, из очень интересной ткани, похожа чем-то даже на драб, что ли, ну, непонятная. Мягкая тоже мне, честно говоря, маловато. Я ее брала даже больше, но она оказалась чуть маловатой. Тоже нужно это отдать кому-то, кто размера, чуть поменьше меня. Вот. Я еще нашла девочки, кто-то мне писал в Инстаграме. Я соскринила себе. У нас в Ростове здесь есть местечко, которое выдала женщине, 70-летней, где-то в центре, бесплатно. То есть она платит только за коммуналку. Выдала ей местечко, куда люди, я так понимаю, может быть, относят свои вещи кто-то, да. И туда могут приходить женщины. В общем, люди, у которых какое-то сложное положение, да, там, с детьми. Там и детские вещи отдаются, и для женщины отдаются. И они там бесплатно могут взять эти вещи. Также некоторые вещи я тоже могу отдавать туда, собирать. Я хочу сходить в это местечко, познакомиться, может быть, с этой женщиной, узнать, как у них там все устроено. Я уже девчонкам своим сказала, что тоже вещи, которые там вам уже не подходят, которые уже там хочется что-то сменить новое. Ну, в общем, которые вы хотите отдать, можно отдать туда и детские, и взрослые. Я прям, для меня это находка, классное место. В общем, надо только узнать поподробнее. Вот такой вот еще у меня есть жилетик, жакетик с высоким воротником. Он теплый, классный. Тоже я его носила в свое время. Сейчас уже не ношу, просто черненький. Тоже кому-то девчонка отдам. Покупала где-то, типа, бешкой или где-то там. Так, еще, девочки, я отдаю свитера. Этот свитер вы, наверное, видели. Новогоднее мое видео. Я снимала вот такой бежевый свитер с горлом. Не знаю, просто мне кажется, мне нужен немного другой фасон. Классный свитер, все целый, я его там пару-тройку раз одела, на самом деле. И то я даже, по-моему, с ним не выходила никуда на улицу, а дома только съемки делала. Но мне кажется, что мне что-то нужно другое. Может, он должен быть подлиннее, может, он должен быть пообъемней. Не знаю. Ну вот, решила его отдать. Сначала хотела его обрезать, думаю, жилет хочу себе. Но он не очень плотный такой, знаете, он легкий, легкий свитер. А жилет, мне кажется, должен быть такой более помассивный. В общем, бежевый, классический, базовый свитер, мне кажется. Дальше вот этот тоже отдаю. Такой свитерок тоже заказывала. Хорошенький, симпатичненький. Вот тоже отдаю. Коротковатый он для меня. Так он красивый. О, Таня звонит. Привет! Я снимала видео и как раз вот думала тебе тоже звонить, чтобы ты приехала и, ну, померила вещи, которые тебе понравились. Ну, не знаю, может быть, даже там в 8-ми не раньше, в 9-ти. Так, Таня сегодня вряд ли приедет, короче, ждем ее в следующий раз. Так, также на китайском сайте тоже уже давно я заказывала вот такой вот пудровый свитер. Он у нас скидывается на одно плечо. Вообще, я еще, знаете, что поняла, что я очень люблю свитера покупать. Но вот я их по факту не ношу. Вот это только методом проб и ошибок я могу понять точно, что мне подходит, а что нет. Вот я люблю более такие легкие вещи. Мне даже вот в этой вот штучке намного комфортнее, чем будет в свитере. Я тут недавно купила себе два свитера. Один вообще из новой коллекции. Или два из новой коллекции. Зара. За 3 тысячи купировала свитер. Я один раз в нем вышла, вы, наверное, видели, да, желтенький кот. И в итоге подарила. Ленусик в гости ко мне пришла, померила, говорит, мне нравится. Я говорю, ну забирай. Вот так вот я трачу деньги и просто и раздаю потом. Потому что свитера, блин. Я понимаю, что свитера, надо с ними как-то успокоиться. Свитера, свитера. С ними очень нужно деликатно. Мне их тоже надо брать в дар, а не тратить на них свои деньги. В общем, вот такой вот пудровый свитерок с длинным рукавом. Здесь на дно плечико. Вот. Длина такая хорошая. Тепленький такой. Ну вот как бы свитер. Вот лежит он и лежит. И ждет свою хозяйку. Хозяйка приходи называется. Так, свитер отдаю. Девочки, еще я отдаю? Наконец-таки я отдаю. Да, я решила. Или не знаю. Или все-таки отдаю. Или не знаю. Ну жалко мне. Невозможно жалко. Вот этот костюм свой золотистый. Вроде бы сейчас уже начинают входить в моду заниженная талия. Этот клеш, он оказывается классика у нас. Вы понимаете? Я не знаю, как мне быть с этим делом. Уже практически костюм вернулся обратно в моду. Короткий такой этот. У меня фотки даже есть, я в этом костюме пела в нем. Он такая на сцене. Гламурная вся, эффектная. Все светится. Такой классный костюм. Не знаю, так мне жалко с ним расставаться. Он никому не подойдет из девчонок моих. Он маленький на всех. Потому что он, я не знаю, разумелый XS что ли. Хотя написано XA. Музыка, вы думаете оливье? Оливье меня в своей жизни. Расскажи, как солнце. И я тебе, дорога. Но твоя, моя, твоя, твоя. Смотрит тебе один шаль, И если вовсе скромет мне, Сори, сори, стори, стори. Расскажи уже слово, что без меня. Но только, одна твоя, Но только руками, Короче, есть такие вещи, которых очень сложно избавиться Я не знаю, ты их не носишь, но ты их отдать никому не можешь И думаешь, ну вот придет тот момент, и все-таки я оставлю И буду самая звездная звезда Нормальная вообще? Очень привязываюсь к вещам Недавно с тетей со своей разговаривала Моя тетя, это моя родная душа вообще Она меня так в этом понимает Мы с ней просто похожи в этом Так, что еще у меня здесь? Штанишки черненькие, новые абсолютно Они от костюмчика Так, чисто домашние, 100% хлопок Бриджики, не штанишки Вот эту маечку заказывала на Алиэкспресс Чисто просто прозрачная Ну я поняла, что, наверное, разворотульки для меня Немножко такая маечка Я ее кому-нибудь задарю Ну и джинсы Вот эти джинсы, мне кажется, они должны по размеру Очень хорошо сесть с Татьяне У нее есть еще с подобным принтом Вот таким леопардовым Кроссовки, которые мы ей покупали Очень классные Я эти джинсы вообще-то заказывала себе Но они большие Я заказала их большеватые Я их постирала в 90 градусов В надежде, что они сядут Но они не сели, к сожалению Поэтому я их просто отдам Уже не продам, потому что я их постирала Но отдать могу Вот Танюша придет, померит все это дело Я надеюсь, ей подойдет И она их заберет и будет круто выглядеть Ну что? В принципе, вещи еще в хорошем состоянии Селена, как всегда, надевает 1-2 раза Но в принципе, я такая же бывает Что надену вещи 1-2 раза Пофоткаюсь, похожу, выложу где-то уже И мельтешить в ней по тысячу раз не хочется А выбрасывать жалко Поэтому я тоже самое надеюсь С моим подругам, сестре, племянницам Ну, как бы, на кого она лезет Если людям нравится Если оно им идет Если я вижу, что это впрок Почему бы и нет? Ну, не пускай же это на тряпки Да? Ну, как бы, жалко Короче, тебе понравилось, да? То, что ты померила? Конечно! Это платье вообще Из него вылезать не хочется Оно очень комфортное Такое, активное, приятное Мягенькое Прям, я бы в нем как спала бы даже Вот настолько оно приятное Ну, все, будет твоя ночная пижама Селечка Ты, как всегда Вот, угадываешь мои желания Только хотела себе посмотреть Такое платье, лапшу И вот оно Опять моя вселенная Мне все это вот дарит Ну, свитерочки прям в тему мне Все, носи с удовольствием Спасибо, спасибо Короче, я решила по чуть-чуть Девочки, дед Я реально одну сторону только разобрала Своего гардероба Решила по чуть-чуть сделать Вот такие разборы Повставляю вам здесь Таню Надеюсь, Кристину Сейчас зазвать тоже Повставляю, что ей подойдет Какие-то вещи Отдам Поеду вот в то место О котором мне сказали Изучу его Расскажу вам потом во влоге Подробнее о нем Все, мои хорошие Вот такой вот обзорчик И так я жду Вашего мнения по поводу Моего сегодняшнего образа Вот этой вот кофточки Отдавать мне ее Или она мне хорошо сидит И носить ее Вот так вот с кепкой Даже может хорошо Да? Вот Ставьте ваши лайки Подписывайтесь на мой канал Впереди будут еще разборы гардеробов Если вы хотите Это видео как-то разнообразить Или чем-то дополнить Что-то вам не хватает Обязательно пишите мне в комментариях Я постараюсь учесть Все ваши пожелания Ну а с вами прощаюсь До следующего видео И с вас в комментариях Обратная связь Всем пока-пока Пока Пока